Казахстанская агроинновационная корпорация образована в 2010 году. Здесь осуществляется сборка и поставка специализированной сельскохозяйственной техники. Предприятие занимает лидирующие позиции в области машиностроения на территории всей республики. Ожидается запуск новых модулей площадью 12 тысяч квадратных метров. Модули будут оснащены новыми современными передовыми оборудованиями. На протяжении своей деятельности компания принимает активное участие в государственных закупках. Сегодня зарекомендовала себя как надежного поставщика выпускаемой техники и закрепила позиции в реестре достойных товаропроизводителей. В 2015 году в рамках инвестиционного проекта введена в эксплуатацию первая очередь индустриально-технологического парка КАИК по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники. За 12 лет работы виден определенный рост. Наша компания производственная. Мы занимаемся производством сельскохозяйственной тематики, сборкой, изготовлением разнообразного прицепного, навесного, все, что связано с агросегментом. Наша компания имеет ряд лицензионных контактов с такими компаниями, как компания «Росельмаш», компания «МДЗ», Минский тракторный завод, достаточно серьезные мировые лидеры по изготовлению техники разнообразной. Мы собираем комбайны, трактора, энергонасыщенные трактора, прицепное, навесное. На сегодняшний день у нас налажена сборка на 6000 квадратных метров. На сегодня на предприятии работают 280 человек. Средняя заработная плата варьируется от 200 до 280 тысяч тенге. По словам гендиректора, дефицит кадров – насущная проблема. Квалифицированный состав проводит с молодыми специалистами определенную работу по принципу наставничества. Такими методами нехватка кадров будет устранена. Резабе Капдин трудится на производстве уже четвертый год. Командная работа – важный фактор на производстве, делится специалист. Запчасти приходят с Белоруссии. Работаю с электроникой. Все идет по конвейеру. Я работаю на пятой позиции. Там мы построим кабину и будем обслуживать электронику. И так делаем регулировки тормоза, ручников. По словам специалистов, за 3,5 часа можно собрать один трактор, а в день порядка четырех. В следующем году планируется ввод в эксплуатацию холодного склада второго и третьего модулей. Как следствие, увеличение производственных мощностей и рабочих мест. Отметим, обрабатывающая промышленность – одна из приоритетных направлений развития региона.